МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працуя Ален Траценко. Глядите у гэтым выпуску. Первый личбовый кинотеатр у Агрогородку. Подарунок до Дня незалежности сегодня отримали у Светлогорским районе. Подары вышиванку. Волонтеры БРСМ уручают распашонки с белорусским орнаментом с самым маленьким жихарам краины. Ну а зараз об гэтым и иншим больше подробязна. Сегодня у Светлогорским районе отбылось урочистое открытие первого украине личбового кинотеатра у Агрогородку. Кинотеатр с подорожник у Черковичах стал подарунком жихарам района до Дня незалежности. Зала различена на 120 мест. Экран дозволяя глядеть фильмы в формате 3D. Я могу заявить, что Агрогородок Черковичи сегодня включен в мировую систему кинопроката, потому что все самые громкие мировые премьеры будут идти здесь наравне с крупнейшими культурными центрами как мира, так и нашей страны, так и нашей области. До речи до кинотеатра будет организованный бесплатный подвоз глядачоу со Светлогорска. Аутобус будет отправляться за 40 минут до сеанса. И он же отвезе глядачоу назад у районный центр. До Дня незалежности Украине проходит акция под назвой «Подары новонародженному вышиванку». Ее организаторы, волонтеры БРСМ, наведывают родильные домы и уручают новоспеченным белорусам распашонки с национальным орнаментом. До речи, усе вышиванки волонтеры шили своими руками. Сегодня группа активистов Советской районной организации БРСМ побывала в Гомельском областном клиническом родильном доме. Там волонтеры повиншовали мать сголовной у их житти падеей, а затем уручили подарунки. Виншование отримали 15 мать, некоторые одразу вырошили примерить обновку на малых. Акция стартовала 15 червеня, а на передо дни Дня незалежности она досягнет кульминации. У передсвяточные дни заплановано каля 20 таких доброчинных мероприемствов. Так, завтра акция пройдет у Калинковицким родильным доме и у отделений новонародженных Речицкой центральной районной больницы. Непосредно у День незалежности веншование и подарунки будут примать у Светлогорским роддоме. Конечно, приятно, очень трепетно, когда вас помнят, любят, заботятся о государстве. И даже в канун праздника Белорусский республиканский союз молодежи, депутаты пришли поздравить мамочек и деточек. Спасибо. Конечно, это очень приятно, стать участником акции, находясь в этом роддоме. Спасибо вам большое. Надеюсь, это будет большая память нашему малышу. Будем влазить, будем носить. Это же оберег. Символ вышиванки, орнамент, это нам передалось от далеких предков, поэтому мы должны нести это уже начиная с маленьких лет. И еще один подарунок до Дня незалежности, шакая маленьких жихароургийона у Гомельским парку. Третьего липеня тут открыется новый аттракцион. Йон различен на детей во взросле от двух годов. Конструкция мая форму кветкового букета ярких колеров. А кроме того, аттракцион будет пригоженный светловым обсталяванием. Продогледжено и музычное сопроводжение. Республиканская акция «Праспеваем гимны разом» объединяет же хору Беларуси у вечера 3-го липеня. По всей краине гимн загучить за 5 хвилин до святочного салюту у 22.55. У областным центры люди самых разных узростов, зусемьюные ветераны войны и працы, выконуются разом беларусский гимн на святочных пляцовках администрационных районов города и у микрорайоне Костюковка. Традиционно у акции примутю дел представники областной и городской уладов, громадских организаций, хоровые коллективы, предприемства. Сегодня у Гомеля с визитом находится представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев Республики Беларусь Жан Ил Бушарди. У программе обмеркование актуальных пытаний со специалистами областной организации «Червоного крыжа» и управления по грамадянстве иммиграции. У пункте часового размещения психологичной и социальной адаптации беженцев Жан Ил Бушарди сострылся с людьми, которые сейчас ходят на представление обороны в нашей краине. Средо наибольших хваляющих пытаний, как тут праца уладковаться и отримать жилье. До того же некоторые у Гомеля приехали без семьи, а табу их цикавить махчимость у з'яднаться с родными, які знаходятся за межами Беларуси. У целом, в 2017 году с просьбой об представлении притулку в нашей краине звернулось около 200 человек. Огульная колькость людей, які знаходятся у подпорткованні агентства ААН по справах беженцев и проживают у Беларуси, складая больше, как 8 тысяч человек. Это стандартный регулярный наш визит. В последний раз мы были чуть более трех месяцев назад. Мы должны проводить работу, прежде всего встречаться с теми подопечными, которым мы оказываем помощь, с кем мы занимаемся. И, безусловно, это встреча с партнерами для того, чтобы выяснить, какие развития событий по тем или иным вопросам. Ситуация на самом деле стабильна. В том плане нашей, если мы берем контекст нашей работы, то она на более лучше, чем это было в 2014-2015 году. Я считаю, что это хорошие новости. До других тем, когда двоих десятков человек собрались сегодня под стенами Гомельского Аблова-Канкама, они потребовали встречи с уладами. У причинах и сутности сходу разбиралась наша здымочная группа. Отказываются принимать жалобы от населения. Пироважную большинство людей, которые сегодня собрались под стенами Аблова-Канкама, гомельские журналисты ведают с добра. Сустракаться приходилось подчас приема у процедуников Улады на судовых посетениях у многих навод дома были. Для таких людей, звичайно, выкористовывают народный термин «штатный скаршник». Яны десяти годями пишут вороты у разной инстанции. С проблемами разбираются чиновники, журналисты и суды. Есть навод выпада, когда один человек взвертался до судя не больше, не меньше, как 15 разов. Однако у опошницча склалась цикавая ситуация. Гомельские скаршники неверогодным чином организовали сяу группу. Сегодняшний сход под Аблова-Канкамом стал их другим суместным мероприемством. Практично той же состав побывал на приеме у старшини Аблова-Канкама. Владимир Дворник выслухал кожного и дал доручение знову собрать комиссии и суместно разглядеть макшимости да помакшитым, кто шукает казы на свои болючие пытания. Однако за 11 разгляденных пытаний по 9 уже принято. Прошение судовых инстанций. Все службы облсполкома внимательно рассматривают поступающие обращения. Вместе с тем следует отметить, что часто граждане обращаются с вопросами по несогласию с судебными решениями, которые приняты не в их пользу, в том числе и высшие инстанции. На территории Республики Беларусь действует законодательная, исполнительная и судебная власть. Повлиять на решения судов, либо изменить их мы не можем. Вместе с тем позиция губернатора и его заместителей это принимать людей с наболевшими вопросами и оказывать им любую возможную помощь. Так, после последнего приема губернатора были созданы комиссии, рабочие группы, которые повторно с выездом на место пытались примирить спорящих соседей. Но, к сожалению, не всегда это удается даже таким комиссиям, созданным на уровне обл. исполкома. В этот раз, не глядяши на предъявленные потребования, сусракаться с представниками улады жадание не выявил, а май никто. Большость обмежавалась размовой с журналистами. До речи, как минимум один выник гомельские скажники от своего объединения отрымали. Завышая на их выступлении, притягивают активную увагу, сродка массовой информации и виды блогеров. Настасия Кучинская, Михаил Рабко, Валера Игапанько. Отель радиокомпания «Гомель». Сегодня у «Гомели» протягивается международная навуково-практичная конференция по пытаниях выкрыстания новых полимерных материалов. Ее удельники – навуковцы с 10 краин. С докладами выступят в ученые из Беларуси, Украины, Азербайджана, Эстонии, Англии и Германии. Сфера применения полимерных материалов вельми широкая – от побыту до промысловости. У приватности распрацовки беларуских навуковцев выкрыстовываются для потреб чигунки. Интерес до их проявляют и замежные краины. У Российской Федерации зараз активное дебудауництво худкосной чигунки. И тут могут спотребиться новые полимерные материалы, распрацованные у Беларуси. И инши важны на керунок их выкрыстания – промысловая творчесть. Примечательно еще то, что на данной конференции присутствуют представители промышленных предприятий. Например, Светлогорского химволокно, других предприятий. Это очень важно, потому что состоится действительно диалог и научных работников, и промышленников, для того, чтобы те достижения, которые сегодня в этом направлении получены, они дошли до непосредственно промышленного применения в реальном секторе экономики. 30 червеня и 1 липеня у Гомеля отбудется кермаш, присвеченный стагодзю Беларусского Республиканского Союза споживецких товарыств и Дню кооперации. Покупников чекают с 9 до 16 годин на Гомельском центральном рынке. Будет представлен широкий выбор плода огородненной продукции – садовины, ягод и грыбов. Так само у ассортименте продукция вытворчастей Гомельского Аблспожил Союза, мясо и мясные пауфабрикаты, рыба, кондитерские вырабы. Запланованы скидки и акцийные пропановы. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами «Спорт» у вас познайомить Максим Савин. Максим Савин.